Привет, дружище, меня зовут Шамбо, мы геройство в мире мечей магии. Проходим кампанию освобождения, сценарий номер 3, нейтралитет. В предыдущей серии войска Ирафии во главе с Аделой попытались травить между собой варваров Крулода и ящеров из болот Таталий, чтобы те сразились между собой, а затем я уже с легкостью расправился с армией победителей, которая была обескровлена, но не тут-то было. В итоге я сражался с первыми и со вторыми. На текущий момент я отвоевал обратно крепость Бартлемент, но на юге есть неприступная цитадель Стронгл, в которой находятся около сотни огров, орков, около двадцатки птиц Руха Циклопа, в общем, если я решусь атаковать, плюс здесь замок, я понесу огромные потери. Недалеко также расположился Лагар, у которого, судя по всему, недельный прирост. Кроме того, на севере ко мне решил заглянуть Орлак, который ведет какую-то тьму ящеров и гнолов. В общем, нужно принимать непростые решения, например, проверить, а идет ли запись. Да, запись идет, вроде все в порядке. Что я буду делать с Орлаком? Мне кажется, с ним сможет справиться Кайри, если я найму ей все это подкрепление. В любом случае, если я останусь в городе, тут есть еще замок, как-нибудь повоюем. Если, например, Сорук выбежит из города и на нее нападет Орлак, то впоследствии я объединю армию из Миддлхейма, из Бретонии и в чистом поле его разобью. Если он нагрянет сюда, опять же, можно как-нибудь, наверное, отстреляться. А вот Аделе придется нести огромные потери и атаковать. Мне кажется, нельзя тормозить, нужно как можно скорее забрать Стронгл. Стронгл, опять же, Алагар, это вроде как боевой герой соперника, соединит армию и ничего из этого хорошего не выйдет. Ну да, тут атака 6, тут 3, 3, 4. Мне кажется, в городе сидит какой-то слабый герой, поэтому, несмотря на потери, нужно брать волю в кулак и идти на юг побеждать. Вперед! Идти на юг побеждать. Вы хотите отступить? Нет. Тут сидит Кадберт, с лицом полной грусти. Ну что ж, давай смотри, что у него вот такая за непобедимая армия. Архангел, ты жив? Да, но потерял больше половины здоровья. Итак, 18 циклопов. Ну, не так-то много у граф-магов, 50. Я уж думал, тут 90, 100. Орков 73. Все остальное не так страшно. Кого я больше всего боюсь? Естественно, циклопов. Они здесь забаррикадируются и попробую их уничтожить. Плюс у меня летают только Джины и Архангел. Соответственно, мне определенно нужно ломать стены. Только я не умею командовать катапультой. Это тоже большая проблема. Ну что ж, Архангел, молись за то, чтобы мы победили и жди. Джина, давайте вы сейчас сотворите некое чудо, используете заклинание полет. У моих нах вырастут крылья, как у Архангелов, и не полетят карать циклопов. Что ты творишь, предатель? С синий кожей. Он, наверное, был в прошлом другом Йога и решил меня подставить. Ну ты посмотри. Защита 0. Я думаю, циклопы и орки сейчас смеются, ухахатываются, катаются по земле и готовят свои камни и топоры, чтобы уничтожить нах. Да, джины, вот такие вот товарищи, которые могут тебя подставить. Ладно, продолжаем колдовать. Посмотрим, умрут наги за один ход или нет. Чудища, жди. Смотрим атаки циклопов. Это как? 18 циклопов нанесли 184 единицы урона. Вы чего так молока шеели? Я, конечно, не против, но... Мне кажется, им не понравилось то, что джины в какие-то поддавки решили сыграть. Вот вам, пожалуйста, беженство на нах, уничтожайте их всех. Видимо, это честь варварская. Ладно, наги ждите, смотрим, сколько нанесут урона орки. А гиганты... Тоже, пожалуйста, подождите, потому что... Ну, а смысл? Если нах уничтожат, то тут делать нечего. Рокировка. Ну, соперник закрывается. И попробуй его выкури. Определенно, Кадберт мне поддается. За две атаки, я думаю, можно было уничтожить 5 или 8 нах. На текущий момент я вижу только одно решение вопроса. Нет, не сбежать, использовать лечение. И ползти куда-то вперед в надежде... В надежде, что стены рухнут. Так, гигант. Главное, чтобы ты не помешал нагам, давай-ка где-нибудь тут встанешь. Ну, и чудище тоже не особо далеко должно бежать, иначе будет прямая такая короли циклопов, и ничего хорошего из этого не выйдет. Архангел, молись. Как никогда не молился в своей жизни. Наги страдают. Дырка. Отлично, есть дырка. Это прекрасно и замечательно, но что мне с ней делать? А с помощью нее я могу атаковать впоследствии илиограф магов. Тут мешает мне палатка или птица. У палатки всего лишь 100 единиц жизни. А допустим, я ее уничтожу архангелом. Его потом убьют. Я такого не хочу. Магией я не могу ее уничтожить, потому что что? Правильно. Я не смогу использовать ускорение. Чудище, если уничтожит палатку, оно не сможет. Опять же, клеточки не хватило, к сожалению. Значит, я должен буду страдать от циклопов. Либо сюда запустить нах. Ангел, давай ты подождешь. Далее. Пожалуйста, молитву, ускорение, что-нибудь полезное. Контр-удар, спасибо. Джин, я понимаю, что этот товарищ играет против меня, но давай ты будешь другом. Ну, щит огня это тоже неплохо. Наверное. А нах особо никто не захочет атаковать. Ну или если атакует, нанесет колоссальный урон, то и получит по башке мощный. Ну что ж, давай тогда гигантов ускорь, что ли. Щит пойдет. Понятно. Они чисто не хотят меня поддерживать. Ускоряю нах. Буду атаковать огров. Их слишком много. Чудища, 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 чудища. Если атакую чудищ с этой клеточки, то вот здесь станут гоблины и потом заблокируют проход сюда. Я думаю, например, с помощью магии потом чудовище уничтожить, с помощью архангела уничтожить потом эту коляску и гигантами как-нибудь и до циклофов пробежать. Давай бить чудовищ. Либо если я атакую тех же птиц, я тут просто застряну, здесь же опять же встанут какие-нибудь гоблины, тут огры или чудовища, и все. И ганты будут меня расстрелить, точнее, циклопы. Бьем чудище и закрываем проход. Закрываем на выгодных для меня условиях. Живем. Итак, 1300 единиц урона. Маловато, честно говоря. А-а-а-а, с них спало бешенство. А здесь определенно без вариантов нужно уничтожать огров. Их слишком много. Хрязь. Ну да. А чудовища мои погибают. Но смотри, тут есть дырка. Тут есть дырка, в которую... Судя по всему, джин не залетит. Это плохо. Бегите вперед. Боится ли ангел? Я думаю, что да. Он всего лишь один, а тут 18 циклопов. Я могу ускорить джина, чтобы тот полетел на верную смерть, так как он и является предателем. И потом еще его воскресить, чтобы циклопы два хода ни в кого не стреляли. Так что давай защищаться. Чудище, к сожалению, погибло. А теперь подождем. Правильно ведь? Да, вообще, что здесь будет? Наги вырезают этих товарищей, а гиганты потом уничтожают орков. Ну а с остальными как-нибудь да разберусь. Так что жди. А тебя я ускорю. Вперед! И теперь отдувайся за все, что ты наколдовал. А далее. Этот товарищ тоже колдовать не умеет. Точнее, не может и не хочет, но пост сдал, пост принял, как говорится. Может, теперь вы сможете ускорение использовать, молитву. Спасибо, хотя бы так. Наги смогут ли 16 победить? 16 по 60. Да, они смогут. И потом гиганты... Мне кажется, гигантам просто не дадут шанса пробежать сюда. Но самое главное, что циклопы ходят и они будут бить джинов. То есть, мои главные отряды как бы еще живут. Два чудовища по 70 гоблинов, орков. Это, наверное, не страшно. Ай. Ну и... А как же без морали против меня? И сейчас меня кидают топор у руки. Молодцы! Как вы красиво поступили. Кстати, смотри, арух схитрила. Схитрила в том плане, что встала на труп джинов. То есть, я их воскресить не могу. Тогда я лечу сюда и ломаю тележку. А джины погибли, но я их воскрешу. Конечно, воскресить хотелось бы побольше, но ничего не поделать. Или просто подождать. Птицу я, скорее всего, здесь зарежу, но я надеюсь, что она куда-нибудь отлетит. Так что давай ускорять гигантов, чтобы они были быстрее орков. И потом надеяться на удачное воскрешение. Режем циклопов. Уничтожаем орков. Отлично. Архангелы, живи! Да, живет, мужик! А воскрешают джинов. Воскресил. И отсюда, пожалуй, стоит бежать. За один ход остальных я смогу одолеть? Думаю, что да. Я бегу. А сейчас побеждаю всех птиц и потом всех орков. Не знаю, стоит ли благословение. Я не хочу переживать еще один арт обстрел. 967 единиц здоровья. Здесь 660 единиц здоровья. Смогут ли гиганты нанести такой урон? Их пятеро. Они ударят на 300 где-то. Давай им немножко поможем. бум. Колоссальные потери. Но я победил. Изучил продвинутую магию земли и получаю город, где нету ничего. Но радует то, что алагар по болоту тоже далеко не сможет пробежать. У меня осталось 5 гигантов, 1 архангел, 15 нах. плохо, отвратительно. Башня 2 уровня. Изучил хотя бы молнию. Тут отделять даже некого. выйти из города чуть-чуть. Я не хочу, чтобы он убежал куда-то далеко. Но если я брошу город, ничего хорошего не выйдет. А знаешь что? Давай здесь наймем кого. Кого нанять, кто будет еще это все охранять? Мне придется оставить небольшие отряды. У алагара кто вообще есть? Там есть 10 птиц, 5 циклопов. Чисто технически их могут расстрелять стены. Но в это время кто-то должен жить под этими стенами. Давай оставим здесь немножко нах. я возьму с собой только 8. Я конечно рискую, но надеюсь на силу магии. Вот так еще разделю. Хотя нет, нах не стоит делить, потому что они атакуют без ответа. В отличие от тех же гигантов. Вот их пожалуй я подразделю. И сделаю пару шагов сюда. Соперник увидит ослабленный город и возможно решит напасть. А в это время тут будет сидеть каледа и приносить мне серу. Так беса я естественно изгоняю. Каледа сиди, оброняйся, защищайся, делай все красиво. В это время на севере у меня кайри. Ты переключись на кайри. Решит напасть на орлака или нет? В целом время играет на моей стороне. Орлак конечно может вернуться назад. Это тоже проблема. Я могу вывести сорок под удар, чтобы орлак увидел беззащитного орка и напал на него. Например, оставить сорок три гнома и пускай бежит. проблема в том, что сорок это все-таки герой, который приносит мне самоцветы, которых у меня очень-очень мало. орлак орлак давай-ка ты вот сюда куда-нибудь прибежишь. Для Кайри я найму здесь армию, которая будет успешно обороняться. Пять архангелов конечно вот этих товарищей всех стоит выгнать. Они портят мне мораль. Вампирам то плевать, вот остальные будут плакать. Берем еще фанатиков и внезапно деньги кончились. Немного арбалетчиков. Обратство меча. Боевой дух увеличивается. Давай сейчас немного серы продадим. Построим это братство меча, чтобы все не начали у меня внезапно рыдать. Вот. И все в принципе рады. Выпили в таверне там гидры, вампиры, ящеры, архангелы подружились. Почему бы нет? Как-то вот так буду обороняться. Здесь сорох в качестве приманки. Миддлхейм. Наверное не смогут забрать, потому что это далеко очень бежать. В это же время Гретхен. Что Гретхен может сделать? Тут все было посещено. Отправиться в Клэкстон. А хотелось бы только здесь Сорша. И Сорша одного архидьявола с легкостью одолеет. Сразиться с Гаргонами тоже не вариант. Проверить кто у нас тут сидит. Денег нет. Не уверен, что я это не проверял. Ладно, поскакали в сторону вот этого прекрасного здания. Потом попробуем каким-нибудь образом привидение разгромить или прямо сейчас это сделать. Мне кажется Алагар не сможет одолеть Гаргон. А привидение я смогу наверное победить. да, я сумел победить. Забираю себе прекрасные сундучки. Надо все живопыт брать. Продвигаю оружие и давай разграбим могилку. кулон свободной воли. Что это вообще такое? Защита от гипноза. Как же это актуально? Ну что ж, сорок приманивает орлака. Адела стоит в сторонке вроде как пьет из колодца чтобы Алагар поскакал на стронгл. Если что из стронгла я могу вытащить ту же калиду которая вернет мне нах обратно. И завершить ход. Я думаю что да. Миллиарды героев. Понятно Алагар понял свою участь. Понятно понял супер. Вот это я конечно сказан. А тут сэр Кристиан появился уже с рыцарями. Тут сорши с неплохим отрядом. А здесь еще Септина судя по всему с недельным приростом. А Орлак решил покуситься на осердной карьер. Видимо они хотят гидр хаоса. Так что Адела я думаю ты сможешь победить но на всякий случай верну тебе твои же отряды. Забирай всех в одну ногу придется оставить на время. Давай объединять что соперник может сделать. кинуть магию и убежать. Больше я не вижу от него их либо других действий. Одну нагу заборол. Давай подождем. честно честно говоря я могу просто лечиться. Никто меня здесь не сможет одолеть. А давай просто лечиться. Вот унах сколько здоровья осталось? 5 единиц. А лечимся. А теперь 110 супер. А я ползу резать рух. потом гиганты уничтожают чудовищ. Архангелы я думаю никого здесь не боятся. Конечно гоблинов многовато но давай расправимся с циклопами плюс из-за вот нет меня смогут откружить. да ладно. Я хочу завершить все за этот ход. Думаю так ангелы бьют циклопов наги вырезают гоблинов и всадников побеждают гиганты. Та тадам а дубина свирепого огра и соперник не побежден. А тонкий намек на то что здесь есть еще скорее всего один город. Каледа 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 отправляйся на разведку. Далее Адела в принципе тоже может двинуться выпить из фонтана. Нет нового. Может вот тут будет город. Клэкстон скорее всего я смогу сейчас захватить. Только у меня проблемы с армией. У меня проблемы с логистикой потому что воинство очень очень далеко мне придется вести. С другой стороны я могу прыгнуть в портал. Но опять же вот ко мне прибежит Сорша. Смогу ли я ее удалить? Думаю что да прибежит ко мне Кристиан вот с ним будут проблемы кстати смотри ядры хаоса ядры хаоса это не есть хорошо давай тогда получим новый уровень за 10 самоцветов идти-ка ты куда подальше дерева с такими то расценками здесь у нас Кайри рискнет ли выйти в чисто поле посражаться думаю что да сейчас я еще и ангелов привезу вот еще три ангела 15 фанатиков как-нибудь заборем можно кстати халявный уровень получить продвигаем мудрость забирай ангела забирай фанатика крестоносцы тоже помогут остальные остаются со мной поехали грабить мельников в это время Кайри готовится к атаке саруха давай армию пожалуй я уберу вампиров да они неплохие но хотя нет гидру мне не хочется убирать потому что она все-таки достаточно жирная с другой стороны вампиры они долго могут не умирать выпивая кровь соперника так сюда сюда у ангела не хотели переводиться так так крестоносцы ко мне наверное гидру все-таки уберу для лучшего боевого духа ну вампиры что там вампиры кого-нибудь атакуют и будут мешаться гидра ни до кого в жизни не дойдет стоит ли кого-либо подразделять я вот думаю что наверное стоит разделить арбалетчиков потому что ящеры будут скорее всего стрелять именно в них кстати есть небольшая проблемка у кайри нету книжки а тут какая-то магия хотя бы есть хотя сила магии единица ладно так атакуем нет двух ангелов я не собираюсь терять давай подождем ждем гнолы куда-то хотят побежать цок 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 70 едини здоровья половину только смогу победить ждем вот я про это и говорил они будут стрелять в арбалетчиков горгон нужно дистанционно уничтожать либо с помощью тех же вампиров арбалетчики сейчас будут жертвой обстоятельств ну давай тык крестоносцы защищаются и ждут гнолы подставляются под атаку и архангелов и вампиров виверн хотя нет да хотя да именно да я сейчас уничтожу вот мне не дают покоя эти ящеры воины их много 700 единиц урона а сотня гнолов мародеров падет и потом наверное нужно резать ящеров виверна всего лишь 4 они могут заблокировать мне монахов монахов мне могут заблокировать и гнолы монаху вообще все кто угодно заблокирует надо было их как-то защищать но я об этом не подумал увы уничтожу всех виверн мне это особо ничего не даст уничтожить 100 гнолов их много а теперь толком и не осталось пошли резать ящеров во вампиры тоже что-то делают пошли надкусывать ящеров дальше отлично арбалетчики давайте-ка защищайте монахов пусть тоже защищаем монахов здесь жду а теперь уничтожить всех виверн думаю это хорошая идея чтобы они просто не мешались ящери до меня доползут даже если обратят в камень крестоносцев ничего страшного в этом нет а эти могут еще и травануть вампиры погибли не беда 37 единиц здоровья а вот это уже беда ангела не хочется терять но видимо это неизбежно шарах супер камень а теперь пожалуй я отступлю чтобы горгоны еще очень очень долго до меня шли они близко их нужно побеждать ангел увы уже не живет все из-за баллиста дай-ка я ее сломаю что ли она внезапно наносит достаточно много урона стреляю в гидру и соперник сбегает да я потерял одного ангела но таков путь ниндзя карри получает следующий уровень экспертная стрельба возможно мне как-то поможет и я на севере отбился в это время гретхен изучает искусство нападения и так и хочет получить армию и отправиться воевать что у меня по деньгам вообще 15000 заход цифры хорошие только нанимать некого чисто технически Адела может переключиться на армию варваров только вот здесь из нормальных отрядов только чудовище птицы рух ну громовые смысле птицы циклопов я не очень люблю они не так много работы делают вернусь пожалуй замок так вот как-то так поехали за конем и чтобы оббежать все лагеря бяженцев найти там новых архангелов и так далее а тут я даже не знаю выезжать дальше опасно потому что сэр Кристиан может напакостить плюс этот гарнизон мне чертовски мешает то есть соединение с крепостью Хайкасла у меня далеко не прямое и между против серная шахта не мне деньги приносит надо бы это исправить только кого туда отправить завершить ход да где фиолетовый его не видно немножко защиты немножко ограбления я не удивлен что синфенрод у мельника именно кристалл взяла немножко коней ко мне едет сэр Кристиан а здесь его встречать нечем Аделе придется возвращаться назад с другой стороны клэкстон я смогу забрать сыру крестья но еще достаточно долго скакать вот не хочется чтобы ему всю эту армию всю эту красоту передали ну допустим он захватит город это будет шестой день седьмой день допустим он здесь наймет какую никакую армию обидно конечно что он коня получит вот это совершенно не хотелось бы а седьмой день я буду в городе день я буду заниматься ровным счетом ничем давай попробуем взять клэкстон и потом как-то дико поскакать в сторону стронгла а здесь себе нанять чудовищ а в батлементе также нанять себе армию и уже потом встречать крестьяна других вариантов я не вижу плюс здесь особо никакой защиты нет с легкостью захватил крепость и конюшня есть а вопрос покупал ли я коня не хочется тратить лишний шажок чтобы это узнать скорее всего у меня есть конь который как раз таки куплен был в хайкасле давай возвращаться назад на седьмой ход точнее к его концу я буду здесь и найму себе армию в это время синфинрот 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 даже не знает что делать грехен драгоценные камни и устроить и устроить такой дерзкий маневр или забежать вообще сюда на седьмой день точнее на первый день я получаю коня бегу сюда но там будет прирост здесь я застряну в полу позиции чтобы как только я получу армию прыгнуть в портал оказаться у соперника за спиной захватить дракенмур и вот пусть что хотят то и делают синфинрот возвращайтесь к в миддлхейм возможно ты мне также приведешь ангелов скорость 6 давай ктс гарпи останешься далее кайри дай-ка ты ей ангела чтобы она тоже пошустрее перемещалась а то гарпия какая-то зачем гарпий в армии когда есть ангел вот другое дело кайри тогда коня взяла скачет сюда в общем какая задумка здесь нанимаю ангелов передаю дальше синфинрот синфинрот передает их кайри кайри нанимает здесь также подкрепление везет его гретхен гретхен потом дико спешит к порталу прыгает в портал оказывается около дракенмура и схода его захватывают в это время соперник увязает около хайкасла потому что здесь болото а эти товарищи не умеют по нему ходить за счет того что здесь есть рыцари но суш конечно умеет септина тоже умеет ход да разделились они что-то поняли что-то не то так вот фиолетовый и кто у нас здесь а здесь у нас джем ну ее я и калидуи наверное смогу одолеть главное чтобы она не владела какой-нибудь молнией и не была сила магии на пятерочку тогда будет очень обидно итак город мой захвачен но это не проблема здесь ни гарнизона ничего нет жидар 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 может напакостить но ничего серьезного не сделает соперник собрался у дракенмура который я планирую захватить и вот давать ему серьезный бой с помощью гретхена который вообще читать даже не умеет как-то нехорошо ладно давай пить из колодца и возвращаться к стронглу практически угадал почти за день добежал далее коледа атакует гем и надеется увидеть здесь отсутствие города это как это магия давай подождем да это небольшая магия но чисто технически у меня есть лечение только вот оно лечить будет очень 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 мало 2 на 5 10 20 единиц здоровья тут есть еще баллиста которая какой-то урон тоже наносит 2 единицы урона у гем есть еще 5 какой 5 еще 3 магические стрелы то есть 90 единиц урона она нанесет кентавры эльфов не защищают ползем тогда на север кентавры никуда не добегают магии нах вряд ли удастся уничтожить я конечно глупый сделал сейчас поставился под прямую стрелу ладно лечусь жду замедление медленно ползу так что по здоровью 5 я молодец проиграл бой окей тогда я отступлю за 800 золотых ладно ну нагу не хочется терять честно говоря я отступил за 800 золотых и возражусь как раз таки Аделаида я помню сколько ты мне всего хорошего принесла в прошлом сценарии но я возьму Калиду Аделаиду надо нанять может ее нанять специально чтобы она из абортлемента мне привезла армию чтобы сюда лишний раз не заезжать итак какая будет схема Аделаида из абортлемента везет армию в сторону Калиды Калиды улучшает всех в стронгли и потом мы едем дальше только так я это вижу Кайри садится в городе и ничего не делает Синфенрот тоже сидит ничего не делает Гретхен ждет Завершить ход да Так кто мне сюда прискакал Орлак У Орлака у которого нету троглодитов Немножко грифонов Я думаю подойдет Они если что долетят до этих троглодитов и всех сожрут Далее Моя задумка Я нанимаю здесь два чудища Нанимаю здесь Буду ли я птицерух брать Они далеко летают Их будет всего 12 Я думаю что надо нанять и еду на юг максимально далеко Только нужно немножко отойти чтобы не мешаться на дороге В это время каляда во-первых строит гнездо на утюсе Птицы должны быть золотыми Забирает эту прекрасную армию Ага Одну птичку оставил Тогда я дам нагу и нагу в свою очередь потом заберу Заезжаю сюда Нанимаю двух чудищ Улучшаю двух Шесть еще прекрасных золотых птичек И нужно кого-то передать Аделаиде чтобы та могла что-то делать Давай возьмем еще одного циклопа Деньги разошлись неизвестно куда В это время Адела скачет мимо и далеко на север Она сможет наверное Кристиан одолеть все-таки магия там все дела Забирай циклопа Давай нагу Слушай а я допустил еще одну ошибку А Калиде тоже нужно кого-то оставить ведь А кого тебе оставить Одну птицу рух Тогда уж Так 3 единицы 5 единиц определенно стоит поменять А Калиде тогда сиди здесь оброняйся Это теперь твои угоди Далее Адела далеко на север В это архангелами А Давай Гарпи возьму Да досюда я успеваю но главное не заблокировать еще проход Так Кайри Мне нужны гиганты Это 2000 монет Мне нужны Хотя нет это даже 4000 монет Как же это все дорого Ну что ж меняем всю серу или чуть-чуть оставим А здесь сера не нужна Для портала славы надо А 20 единиц серы придется оставить Хотя нет можно чуть поменьше потому что мои постройки все-таки серу приносят Давай обменяем 30 останется 19 нет 35 Теперь я смогу нанять 2 гигантов смогу нанять 2 нах и все Деньги кончились Далее давай менять руду не глядя половину Давай менять кристаллы не глядя практически половину И я думаю теперь денег хватит Да денег хватило Еще мне нужен какой-нибудь товарищ который останется со мной построить парапет парапет Наверное да застись здесь и Кристи Кристи потому потому здесь всех наняли теперь нужно дождаться когда всю эту прекрасную армию куда-то отсюда увезут Это неприятно Алмазный голем Нет спасибо Вот он сможет пробить и атаковать Кайри Синфенрот Давай ка дуй на север прячься Я Я Я слепой Как я забыл передать армию ангелов Тут я думаю а что у Гретхена такая маленькая армия Да внезапно вот молодец Да Ну с кем не бывает что же теперь сделать А тогда Аделаида давай смотри навигация мне не нужна сюда отправляться особо тоже смысла не имеет Аделаида может попробовать уничтожить Зидара взять еще с собой хотя бы одного или двух циклопов лучше четырех на всякий случай молодые молодые циклопы и один их командир вот командир в центре остальные по бокам она будет охотиться за Зидаром в это время Адела заберет крепость и будет угрожать и крестьян и стракеру птиц наверное подразделю без потерь замечательно покупаю коня и скоро кого-то смогу одолеть Гретхен да я тебя подставил товарищ я этого не хотел ну кто же знал что я не забрал архангелов до него я ни в жизни их не довезу ну так можно конечно попробовать попытаться вот забери архангелов гарпи в любом случае придется оставлять хотя нет я тогда себе куплю еще одну гаргулю но как же глупо получилось так расписывал гениальные планы в итоге да сел в лужу но не успеет тут болото непроходимое ладно Гретхен здесь просто стоит и ждет каледа 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 ей особо нечего захватывать тут гем рано или поздно сама помрет лишний уровень взять почему бы нет хотелось бы казначей ну и давай завершать ход вот жалко что в замках не строить гильдию магов четвертого уровня мне самому ее жалко строить потому что я не уверен будет ли там портал города или нет завершить да все решили штурмовать южный город а тут у меня сэр Кристиан планирует захватить Миддлхейм и я ему наверное ничем не могу помешать да болото айри успеет заехать в гарнизон и пытаться как-то оборониться так сидим здесь думаем как будем сражаться а тут армия на месте я не хочу это штурмовать потому что у того же Гретхена не такие роскошные навыки по-прежнему ожидаю Аделаида скачет за Зидаром а тут возвращаюсь в город можно конечно попробовать царуху отправить в портал чтобы она там пробежала выменяла героя из города текущей армии которая у меня на севере я вряд ли крестьяна смогу одолеть Аделаида его точно догонит точнее Адела и покарает Синфинород давай в замок и будем думать как обороняться кто вообще у крестьяна есть опасный у него есть виверны змеи другие виверны монархи грифоны практически все отряды летают и меня уничтожат здесь будем пробовать дать бой на все деньги а здесь давай ресурсы продавать нужно оборонять наши крепости до сих пор Ну, как-то так Редхен ждет Здесь сидим и Ничего не делаем Завершить Да Соперник штурмует Давай посмотрим на стракера Армия у него есть У меня здесь защиты в любом случае нет И теперь стракер может чисто технически добежать до моих варварских городов И мне там тоже придется защищаться Съедим одну змейку Нет, враг вернулся назад А, Кристиан победитель Главное, что до моих арбалетов не долетели Ах, кого я могу уничтожить? У меня есть ускорение Я могу замедлить змеев Нужно ли это мне? Да не особо Я могу замедлить грифонов Поможет ли это мне? Даже не знаю Ну, допустим, они не перелетят через стену И я побольше отрядов уничтожу заход А тут я могу закрыться каким образом? Хрестоносцы шаг вперед Копейщики сюда Коблины тоже шажок и гарпий И... Безопасность Змеи Или просто монахами встать здесь по центру Чтобы тоже, типа, защищаться Жахнуть по змеям хочется Но только десятерых смогу одолеть Защита Стену сломали Это плохо Уничтожаем дальше змею Монах живет Вот жалко, что в майоров никакого урона не наносят совершенно Змеи Сколько же у вас осталось? Десять Защита 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 Башни, куда же вы стреляете? Ну все Арбалеты больше ничего не делают полезного Ах, да- Ах, да- давай подождем гоблин с кого-нибудь снимет контратаку например с грифонов или виверн я скорее всего целый отряд виверн все же смогу уничтожить шарах защита ну вот и яд подоспел все магия закончилась шансов на победу никаких поэтому уходим глухую оборону я сделал все что мог а фиолетовый игрок проиграл адела будет мстить за синфенрод с легкостью захватывает эту заставу и атакует сэра кристиан и потом миддлхейм тоже забирает не хочу никого отдавать вообще жалко нету кого-нибудь заклинанием умри предатель умри кристиан зачем ты против своей страны воюешь я здесь честно говоря никого не боюсь давай просто тогда ждать чтобы соперник подставился под удар ну сажал одну птичку бывает гида ли наверное стоит уничтожить виверн конечно уничтожить я сильно сказал она все же выживет давай сделаем массовое благословение, и тогда никто не уйдет живым. Пусть. Воскрешаю свою бедную птичку. И теперь желательно за ход все это завершить. Не дать точнее сопернику хода, чтобы он не сбежал. Птица сейчас ничего не делает. Кто здесь самый живучий? Это Гидра. Надо в нее использовать магическую молнию. Далее. Вас я с легкостью одолеваю. 118 единиц урона. Как раз. Идеально подходит. Пусть. Птичка, подожди, подожди. Чудовище, не спеши. 400 достаточно. Та-та-дам. Кристиан побежден. Кольцо здоровья, кулон ясновидения и экспертная магия земли. И вот сейчас бы очень просто невероятно, кстати, было бы, если бы хотя бы в одном моем городе оказалась бы гильдия магов четвертого уровня и магия под названием портал города. Как же это все упростило бы. Пам-парам-пам-пам. Продолжаем. Необходимо было ненадолго отойти. Плюс я так подумал, что пять серий по нейтралитету это будет слишком много. То есть сейчас уже прошел час и я толком-то ничего и не сделал, только одолел армии соперника. И пятую серию мне очень не хочется делать, поэтому буду воевать до победного. Мне кажется, я допустил до этого серьезную ошибку, что не развивал гильдию магов. И здесь бы я получил уже какой-нибудь портал города и это было бы гораздо проще. Поэтому давай обязательно строить гильдию магов по-быстрому желательно и получать портал города, а затем Аделла с помощью своего экспертного интеллекта, экспертной магии земли будет скакать по карте и грушить соперника. Так, теперь я верну Миддлхейм. Верну Миддлхейм. Мне нужно ли какое-нибудь подкрепление? Из людских войск нет. Миддлхейм особо возвращать мне тоже не с руки. С другой стороны, мне нужно здесь задержаться, дождаться четвертого, пятого этажа башни магии. Ладно, давай самостоятельно возвращать город. Вот он теперь снова мой. Поехали тогда на юг. Будем учиться уму-разуму. Калейда на месте, Аделаида пытается преследовать Зидара. А Сорук ну вот эта затея была, конечно, хорошая, только соперник армии не забирает. Есть небольшая проблема, то что южные герои могут объединить свою армию и напасть на того же Гретхена, который толком и ничего не сделает. Ну, допустим, я передам ему ангелов. Теперь у него их аж 11. 12. Ну и толку. Здесь все болотники, то есть они не будут тормозить, а вот Гретхен, даже несмотря на экспертный поиск пути, будет перемещаться гораздо медленнее. Внезапно сюда прорваться было бы замечательно, но давай немножко подождем, посмотрим, а двинется ли в портал сам противник. и что осталось мне завершить ход, наверное. Да. Армия в городе по-прежнему находится и, судя по всему, скоро там будет двухнедельный прирост. Тут я строю гильдию магов третьего уровня. Ничего интересного здесь я не вижу. Я ожидаю гильдию магов четвертого уровня, и если не будет портала города, придется строить библиотеку. Мадалаида, точнее Адела, смотрит на Зидара, который пытается захватить недавно отвоеванный город. И мне, собственно, здесь можно, конечно, нять четырех крестоносцев, стерых арбалетчиков и все, Зидар ничего сделать не сможет. Сорук, даже не знаю, возвращайся что-ли назад. Гретхин также завис в какой-то полупозиции. У соперника здесь есть Тедрик, тут есть Септина, недалеко Стракер, но здесь замок, и я очень много войск потеряю, потому что Гретхин это не Адела, у которой очень высокие характеристики. Да, я могу сюда прорваться, а здесь что-то наделать делов, конечно, вернуться через север к себе, там спрятаться тоже могу. Ладно, хватит ждать, сидеть на месте, резко влетаю сюда и угрожаю сопернику. Захватил серную шахту, вот только что это мне даст. Кстати, слушай, а тут может быть еще один город? Может, его как-то попробуйте захватить? Или хотя бы гляну, что на севере? ну, пока ничего не видно. Адела, изучай магию и жди. За два хода может добежать. Завершить? Да. Как к Ретхену никто особо не едет. Тут Орлак нашел армию неплохую. Итак, смотрим. Гильдия магов четвертого уровня. Восемь ртути. Придется наменивать. Портал города, пожалуйста. Нет, никакого тебе портала. Вот из-за этого я и не желал улучшать гильдию магов. Я потратил кучу драгоценных камней, но ничего не получил. Строить библиотеку можно. Очень обидно. обидно. Ну что ж, я ничего не получил, значит отправляюсь обратно в болото, чтобы воевать с Зидаром, воевать с Орлаком и не тратить на это больше времени. Если что, Сорок мне армию подвезет. Давай-ка в город. Тут потуси. Адела пытается догнать Зидара, по-прежнему безуспешно. Коляда может ее отправить сюда, только всякие стракеры тут мешаются. Сиди-ка ты на месте. Гретхен смотришь, что у нас на севере. А на севере Сорша, которую могу одолеть. Кстати, очень странно, что здесь просто тупик. Никакого города нет. А что у нее есть страшное? У нее ничего страшного нет, но как-то мои джины все померли. Давай подождем. Подождем. А давайте только без бешенства. Антимаги. Кстати, после антимагии джины могут колдовать. Ждем. Ждем. 21 единица здоровья. Ускорять архангелов, чтобы те уничтожили всех гнолов. Потом следующим ударом уничтожили всех горгон. Да, потеряю я одного или джинов. Не страшно. Ждем. Точнее, обороняемся. Наги атакуют без ответа. И соперник бежит. Я, в принципе, не против. давай дальше разведывать, что у нас здесь во тьме. Просто болото. Болото и больше ничего. Ах, нехорошо. Может, мне нанять героя кладовщика еще одного? Чтобы ртуть приносил, например. А, Синфенрот. Ой, я потерял же ее. И у меня теперь будет меньше кристаллов. Давай возьмем Айзена и вернем Синфенрот. Она мне верой и правдой служила. Она поняла после того, как лорды подземелья проиграли в стедвике, что стоит искупить свою вину перед Ирафией, присоединиться к ее войскам и приносить всякие кристаллики. Синфенрот, где ты? Вот она. Кайзен, извини, я тебя нанял так чисто, чтобы вернуть девушку. Вот, другое дело. И завершить ход. Да. Ах, ко мне едут на юг. Как же они надоели. Вот мне не нравится эта карта, потому что здесь болото кругом. Да еще и едет стракер. И мне особо тут защищаться некем. Я могу нанять прирост из батлемента, привести его сюда и в принципе одолеть стракера. В нем ничего страшного нет. Кто мне в этом поможет? Аджит ну давай помогай раз вызвался. Нанимаю всех. И шага не хватило. Так давай всех сюда. Сам оставай сестра гладитом и приманивай соперника. Тут я также нанимаю всех, только тут очень много не улучшенных. Нет, огра извините, но никаких самоцветов я вам не дам. Слишком жирно будет. Так, парочка циклопов, огры, орки также не улучшены. Ужас. Чем варвара занимался свое свободное время непонятно. Тут сидим на месте. Ну как сказать сидим. тут Орлак уже подступает. Аделаида убегает, пытается увести его дальше в топь. Адела не успевает. И Синфенрот скорее всего придется сейчас сбежать. Она в очень неудобном замке появилась. Соперник может сейчас город захватить. Я в принципе на это и рассчитываю, чтобы Орлак увидел пустой город атаковал его а потом Адела его там зажала в углу и одолела. Сорока на месте Гретхен все смотрит на город и понимает как же он рядом и ничего сделать нельзя. Кстати вот это очень неплохое местечко всего лишь ящера охраняют. Давай разграбим Мне все это очень пригодится Лида на месте и больше ничего не строю Завершить да Стракер сбежал Трус А ко мне на север рвется Тива И город остался особо без защиты но мне слишком далеко до него И здесь скорее всего соперник наймет прирост поэтому давай просто подворуем всякие самоцветы Кстати потом можно будет сделать Титанов Золото мне особо таки не нужно Не успею все же заход А потом кто-нибудь сюда приедет и будет все это разбирать Тиву я могу и чисто с помощью гарнизона одолеть стоп аж первый день и это неделя чумы я просто не гляну судя по количеству юнитов это либо месяц чумы либо неделя чумы кстати это мне в плюс потому что тогда Гретхен может не бояться никакого прироста и идти штурмовать наконец-таки Дракенмур а здесь у нас орлак забился в угол и Адела его естественно победит сначала купит коня и расправится с этим негодяем почему как А здесь есть конечно горгон да они страшные они опасные и все в чем проблема все никто никуда не ходит ждем 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 787 великолепно вот с горгонами конечно будут проблемы со всеми остальными никаких далее будет массовая молитва ну чтобы я опять же ходил гораздо быстрее гиганты не смогли победить ядер хаоса хрязь архангел защищайся горгоны кстати никуда не доходит это великолепно и массовая молитва все я гарантированно хожу первый ну точнее все мои юниты ходят быстрее соперника архангелы ждут птицы клюют наверное у орлака в любом случае магии не будет рассеивание не случится птица ждет и ждет чудище чудище уничтожит ящеров и потом примет удар от алибар чиков и надеюсь не помрет а наги будут убегать убегать но недалеко так за угол чтобы гаргоны не добрались вот сюда а гиганты гиганты могут сломать палатку и все будет тоже здорово хри птички умирают но ничего с этим не поделать защита гидру хаоса я смогу одолеть 112 не хватает ангел мало каши ел давай тогда алибар чиков ударим и улетим в далекие края надеюсь что нага так или иначе доползет до этих гаргон наверно с вот этой клеточки лучше будет атаковать пусть здесь ждем чудище отходит желательно как можно дальше наги ждут гиганты ждут гаргоны без морали супер 624 единицы урона у меня есть жажда крови у меня есть лучшее благословение ну чуть побольше урон стал не буду рисковать я знаю что эти гаргоны умеют смертельный удар у них всего здоровья 840 ну около того я половину только наношу урона отступлю назад а потом нагами с распрыжки добегу или ударю молнией посмотрю хватит ли урона защита ангел улетает птичка тоже кстати о чудище нет не буду рисковать защита чудище 584 давай бахнем молнии и мне кажется вот теперь нага уже добьет хотя даже и без наги обойдусь потому что 6 на 70 это 420 так что чудовище побеждает я нагу потерял я даже не заметил где надо было воскрешать кулон твердой памяти и победа давай еще увеличим атаку урон лишним не бывает и теперь все здорово можно можно тогда прорваться на юг ну как сказать прорваться очень 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 медленно по болоту топтаться давай двигаться вперед у соперника армия ослаблена Аделу никто сейчас не одолеет плюс Калида могла бы получить армию если бы не случилось неделю чумы и также разобраться с соперником Аделаида смотрит кто у нас тут султан ифритов неплохо далее сорок сидит в городе понимает что ничего сделать не может ничем не в состоянии помочь дальше давай проверять о проверять я забыл про Тива уже что у нас тут вампира не лорды нехорошо допустим Тива выезжает и атакует здесь горгуля одну уволю возьму алибарщиков на все деньги я могу еще улучшить монахов давай так и поступим они хотя бы будут шустрее атаковать и в ближнем бою не будет штрафа а соседний город я сомневаюсь что враг будет штурмовать хотя тут никого нет прям такое лакомое место Аджит армию передал отправляйся на разведку вдруг здесь что-то интересное есть а завершить ход да соперник забился в угол и трепещит а Тива вернулась назад потому что понимает что Гретхен уже нацелился на Дракенмур и уже очень и очень давно можно тогда ему привести тех же фанатиков которых я долгие годы копил вот жалко что Адела нету портала как бы это все упростило или хотя бы нет были б у нее джины которые колдуют бешенство давай изучим силу магии и будем думать куда двинуться дальше я уже в землях соперника а Тива кружена потому что на юге Адела на севере Гретхен и из этих тисков не выйти я думаю Гретхен не должен проигрывать этой армии мне 11 ангелов кто их остановит а тут сижу на месте тут гарпи зачем вы мне монеты не помешают могучие гаргоны шанс 10% его нельзя недооценивать денег у меня теперь куча можно построить заоблачный храм только он мне не нужен ну давай возведем хотя бы посмотрим как он выглядит и тут титуаны которые стоят на 3000 дороже я не знаю за что тут такая переплата и завершаем ход да ага за моим разведчиком кто-то погнался кто-то решил в тень уйти аджит давай разгоняй сумрак ну и выманивай соперника адела в это время пойдет ли в атаку или просто объединить армию с гретхен ну честно говоря если здесь нет четвертого портала я могу после штурма передать всю армию адели и она завершит начатое или так не делать давай все-таки адела будешь штурмовать гретхен в сторонке посмотрит так держи еще двух гигантов отдавай птиц забирай ангелов наги жены жены предатели и кого-то мне стоит убрать потому что один джин или два джина не так много колдует как хотелось бы убрать архангела ну да он особо ничего не делает конечно сможет кого-то воскресить архангел и архидьявол в одной компании наверное как-то так просто потому что ангелы гораздо больше дел смогут сотворить кольцо жизни боевой дух мне поможет забывчивость не надо слепота не надо ну что шадела атакуй я думаю ты сможешь потерять всех джинов ну что что и требовалось доказать джины страдают и с этим ничего не сделать мне есть берзерк ничем не поможет давай тогда молитву и будем ждать архангелы внутрь залетают и там устроить настоящую резню первым мне должны упасть гаргона так что на нас дальше магия ну ну что-то я вот думаю подставить чудовищ под атаку дало всю магию жду жду да ворота открыли но увы джины до свидания кстати вот мой ангел может порезать гаргон если бы он стал архангелом он здесь бы не поместился вот и все до свидания джины защита 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 самоубийство ох вот это выбор грамотность или первая помощь давай помощь возьмем я еще куплю палатку там себе тут же палатки продаются так кузница выглядит вот так вот она да есть палатка модела держим обидно конечно всех джинов так было потерять теперь поехали на юг гретхин даже не знаю вдруг здесь кто-то спрятался давай здесь посижу чуток и в это время пожалуй я случайно это нажал я не хотел я хотел переключиться на город но промахнулся а кайри построи себе конюшню чтобы далеко бежать избавься пожалуйста от всяких гномов и двигайся в мою сторону хватит уже сидеть здесь охранять так вот синфинорот проверяет последний лагерь медуза ничего серьезного можно засесть в городе тут пожалуй я тоже в город спрячусь но что внимание отвлекать модела тоже иди в город холида а ну-ка на увольнение вот чтобы герой меня не отвлекали завершить ход есть небольшая проблемка что тут а нет ингам не сможет ничего серьезного мне сделать тогда скачем на юг вижу лесопилку значит город рядом так погоди описание сценария но если вы именовали стражей с этим артефактом он перейдет с вами в следующий сценарий ключевой артефакт из предыдущего а здесь ничего ключевого нет мне за телескопом бежать серьезно ну видимо да то есть я гретхен оставлю армию запру соперника в клэкстоне и отправлюсь назад чтобы получать там телескоп который мне зачем-то в дальнейшем должен пригодиться так еще раз осмотрю всю карту здесь только разночка и может технически и здесь что-то есть но сомневаюсь да нужно бежать за телескопом так так что Аделла давай расправляйся с соперником тут всего лишь Эдрик тут всего лишь Стилбок вот это название крепости без потерь эх а тут штурм будет ладно на потерю палатки я согласен или нет ангел долетает уничтожает арбалетов а нет птицы бьют арбалетов ангелы бьют еще кого-то да массовая молитва вот другое дело это город захваченный здесь а естественно никакой гильдии магов серьезной нет нужно нанять героя который будет просто сидеть и охранять только вот у него тоже армии не будет хотя нет у Тирис есть все это твой гарнизон защищай его вот я передаю армию Гретхину у него появляются фанатики и архидьявола да еще и крестоносцы вот это я понимаю сочетание икари сидит в городе охраняет тогда его а тут кого я могу бояться здесь остался стракер у него армия есть септин у нее толком ничего нет сюда кто-то еще вроде забежал и инхам ну технически бояться некого так что давай повышать наши характеристики и проверять нет еще одной нычки крестоносцы будут охранять фанатиков и завершить ход думаю да сорша проиграла давай посмотрим на это итак какая же здесь будет тактика даже не знаю никто летать не умеет начинаем битву просто все стоим и ждем великолепно защита огонь хоть кого-то сами арболечки победили птица счастье кулон жизни кулон отрицания ай септина ну вот зачем ну зачем тебе это надо сюда ехать так и не хочется за ней гоняться так тут у нас ничего тинфин род сидит в городе его охраняет адела адела должна гоняться за врагами чтобы их запереть в этой крепости и никуда не отпускать пожалуй я за два хода догоню септину и тогда уже всех запру мне просто нужно получить артефакт вот этот для следующего сценария я в принципе не понимаю цепочка артефактов какая-то глупая сначала что было подзорная труба и нет не подзорная труба кулон жизни плюс значок на мораль сейчас я получил амулет манны потом я получаю телескоп что это за ерунда тут давай-ка еще здесь разведаю нычки нет нету адела и да возвращайся в город охраняй его трагладита можно выгнать лучше разделить циклопов гретхен получил немного атаки пошли на юг готовиться к закрытию соперника завершить инхам ну зачем ну зачем тебе это надо он ведь сейчас переплывет сюда прыгнет в портал и будет мне докучать здесь так что сорок бери с собой кучу горгулик и давай закрывай инхама чтобы он меня не беспокоил мне не надоедал а кайри открывает еще карты я не хотел нападать можно я сбегу жалко что от горгон нельзя откупиться кайри по глупости напала кайри 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 где ты вот сиди в городе и никуда не ходи далее адалаида одолевает септину без потерь но я хочу посмотреть на это молитва ноги доползут все-таки до ящеров а гиганты и гиганты до них доползают вот невезуха заход не получается завершить аморалька увы и я соперника запираю его в городе это сделает Гретхен а затем Аделла несется за телескопом и мы побеждаем так Аджит давай-ка разведу здесь ну просто мне интересно золотая шахта которым я никому не досталось завершить ингам там что-то делает бегает а все всю карту я смотрел Гретхен пост дал пост принял я тебе передаю все свои артефакты оставляю у себя архангела так крестоносцы давайте объединяйтесь в одну большую пачку я тебе еще оставлю птиц рух ты все-таки командир варваров должны же они быть в твоей армии а сам останусь с ангелами и архангелами полечу далеко далеко на восток открывать вот эти врата завершить да стопа где этот негодяй оказал а он на севере ну здрасьте приехали а кто самый быстрый горгоны скорой 6 виверны скорость 7 гидры скорость 7 какое же болото медленное конечно я змия но все равно они очень очень медленные да я могу улучшить виверн у них по-моему 11 да 11 но здоровье 70 единиц вы смеетесь 70 у рыцарей там 100 у циклопов 90 у кого-то я у всадников там 120 черных рыцарей кажется смешные отряды которые гибнут от чего угодно еще ждем укус так шахту мне отдай обратно скачем дальше завершить там стоп стоп что какой телескоп какой телескоп не амулет манны отдали помнишь я в предыдущем сценарии а да передать все артефакты так сейчас я добегу пам 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 продолжаем а я дали оставил амулет манны это тот самый удивительный артефакт который мне оставляли на этот сценарий возможно здесь в переводе ошибка и не телескоп и говорится нет телескоп я не понимаю почему давай тогда проверим вдруг здесь случится какой-нибудь прыжок пространственные врата полет что-нибудь хорошее взрыв а нужен ли он мне нет конечно но случился именно взрыв завершить ход так гильдия магов библиотек чего не хватает ртути давай поменяем не вопрос вот тебе миллион ртути полет печаль да все ясно тогда поступим следующим образом я отстрою гильдию магов четвертого уровня в каждом городе чтобы показать что за заклинания здесь были продолжаем итак гильдия магов отстроена в северном городе бретония хождение по воде берстерк да великолепно следующий город миддлхейм а нет хайкасл хайкасл у нас портал города я его не получил и воскрешение полета или пространственных урата нет талии миддлхейм портал города хождение по воде варварских или болотных городах гильдию магов четвертого уровня в принципе не построить так что телескоп остается за вратами и очень смешно чтобы получить телескоп нужен телескоп мне кажется это ошибка только вот вопрос в оригинале игры или в какой-то переводе или в улучшенном издании ну в общем как-то так что ж давай штурмовать клэкстон это сделает Грэдхен в атаку давай подождем дадим врагу хотя бы какой-нибудь шанс на победу призрачной великолепно а тут ящеры еще остались я уж про них забыл та-та-дам да хватит Грэдхен хватит учиться синий игрок покидает этот мир поздравляем все враги уничтожены победа ваша огромное спасибо что посмотрел эту серию до конца она была нереально долгой ну пять серий делать это как-то совсем кредово ну просто потому что пятую серию по штурму Стэдвика мало кто смотрел так что лучше сделать четыре и давай глянем что будет в следующей серии туннель и траглодиты чтобы победить вам нужно захватить все вражеские города и замки и разгромить всех героев противника миновать некоторых стражей границы можно только если у героя есть собой артефакт какой к черту поиск приключений из предыдущего сценария мне тут телескоп хотели выдать но если вам это удастся сделать награда будет щедрой ну да а навигация эксперт гильдия магов гильдия магов третьего уровня ну давай третий я не понимаю гильдия магов первого уровня или гильдия магов третьего уровня это одинаково давай посмотрим что нам расскажут теперь мы знаем каким образом Негону и Иофолу удалось захватить Эрафию пройдя через сеть подземных туннелей вырытых воинами верховного лорда они одновременно ударили превосходящими силами по нескольким городам только благодаря народному ополчению полстраны избежала захвата мы определили главный рукав по которому их войска движутся из Негона в Эрафию он прорыт под океаном и выходит на берег в наших землях бракада и овли отправили нам в помощь своих солдат надо разгромить креганцев и негонцев на земле Эрафии и выгнать их через туннели назад на берега Негона навсегда а стоп погоди Екатерина какие берега Негона если Негон это подземная страна но об этом мы узнаем в следующей серии а на сегодня спасибо тебе за просмотр если понравилось ставь лайк оставляй комментарий подписывайся на канал спасибо и пока пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...